Привет, господа пчеловоды! Сегодня у нас 25 июня. И у нас в Швеции вчера и сегодня праздник равноденствия, середина лета. Национальный праздник, поэтому мы отдыхаем. И у меня есть возможность с вами поразговаривать, так как я в данный момент пришел в баню. В нашем доме есть баня, здесь тихо. Париться я не буду, но с вами поразговариваю. По поводу маток, трутовок, как они излечиваются или не лечиваются. И мой этот ролик по трутовкам, он был заблокирован, и там комментариев не было. Поэтому пока его разблокировали, уже только один комментарий был. Поэтому те вопросы, которые я задавал с трутовками, я не отвечал. И кому интересно эта дискуссия с трутовками, вы можете продолжать разговаривать. Но все же таки 11 человодов с опытом. Спасибо вам, вы поделились реально хорошим опытом, о котором я даже не догадывался, что может быть так. Поэтому я взял еще один телефон и буду читать комментарии. И по каждому комментарии свои мысли. Почему я делаю сначала, слушаю вас, а потом делаю свои заметки. Наверное, нужно будет в дальнейшем, я буду делать наоборот. Сначала я скажу, потом вы сделаете замену. Но это если будет вам интересно. Потому что те странности, которые вижу я, у вас есть еще круче странности. И благодаря этим странностям вырисовываются именно те странные картины, которые вижу я. И благодаря этим странностям у меня есть странная наука, при которой нету воротоза. Но это уже не только я говорю, об этом и вы сами говорите. Те, кто попробовал странную вентиляцию. И болезни, конечно, есть, но не в таком объеме. Они не требуют лекарств. Эти болезни не требуют лекарств. Потому что в процессе вот тех игр, которыми я играю с пчелами, шахматные позиции, все эти болезни сходят на нет. Причем очень быстро и надежно. Итак, Григорий Показаев. Вот мне твоя история, она очень понравилась. В чем она заключается. В начале 80-х я тоже занимался матками. Уссурийская пчела имеет скороспелость. Но малый процент. Видно от радиации. Вот честно, не знаю уссурийск. Честно, не знаю какая радиация. Но сам факт, что вот на востоке матки за 15 дней. Пчела 20 дней. Это созревание. Труд 23 дня. А еще есть матки. Я их называю шестерки. И сеют на шестой день. Вышла с первого дня. Вот она вышла и с первого дня шестой день. Георгий. Георгий. Я не хочу хвастаться. И скорее всего вот смотри какая параллель здесь идет. Точно самое наблюдая я и 3 сезона я об этом говорю, что у меня матки выходят на 8. Но об этом и Кашковский говорит. Это Сибирь. На 8-9 день выходит матка. И начинает она сеять. Но это вот в жаркое время. Вот например сегодня. И начинает она сеять ровно через неделю. И получается, что через 15-16 дней это полноценные матки. Я связываю это с экологией. Сибирь, Швеция и Дальний Восток. Все-таки вы, я не думаю, что там лазили с такой силой, которую сегодня проповедуют все пчеловоды, все блогеры, что лазают каждую неделю и впихивают им столько лекарств, что иммунитет сажается в нули. И результат такой, что вот этот бледный вид, что бедные матки на 16-й день выходят, потом в течение двух недель облетываются. Вот это обычная наука 19-го века. То, что ты замечал и то, что ты называешь, я с этим живу здесь, в Швеции, в Узбекистане такого не было, хотя там жарко, хотя там есть все условия для того, чтобы это было. Но вот таких результатов, которые я здесь вижу, шестидневки, которые на Дальнем Востоке, они здесь у меня. И я это все показывал в течение трех сезонов. Я показывал этих маток. И именно по этой теме, вот те пчеловоды, которые заточены на то, что 12 дней выйдет матка, пока она облетится еще недели или две, они начинают делать контроль, а рой уже улетел. Вот они глубоко ошибаются, потому что наука сегодня уже знает прекрасно, что через 8-9 день матка вышла, через 5-6 дней она начинает сеять в этом уле. Это в лучшем случае. А в худшем случае это уходит рой. Причем уже рой уходит с полноценной, хорошей облетной маткой. Так что вот эта твоя заметка, конечно, она и мне приподняла мои мозги. И я думал, неужели это только вот в Швеции, неужели это только я вижу. Но вот благодаря тебе, твоему комментарию, это шикарное. Это тот иммунитет, про который я говорю. На Дальнем Востоке очень серьезный иммунитет. Благодаря тому, что экология может быть. Может быть из-за того, что ты говоришь, радиация это тоже дает какие-то свои плюсы или минусы. Знать не знаю, но если вот такие серьезные матки, которые за 15 дней это уже матка, это серьезная наука для общепринятого пчеловодства. И поэтому вот это вот ты уже здесь описываешь личинки трехдневные. И что на первом облете ее значит трутни, клеща в располе не было. Он был весь у трута. На самом деле, вот ты пишешь, что клещ у трута делали окна трутовые и вырезали. и значит немцы в начале 90-х за дочь марки скупали у нас таких маток. А потом у себя вывели и назвали потом лихие 90-е и все накрылось этим тазом. Знаешь, вот по поводу трутня странная наука вывела свою давно уже определенную химию. Не трожьте трута. Не труд виноват в том, что беспредельничает воротоз. Три сезона я показываю в том, что у меня трута... на сегодняшний день конечно уже трута не выкидывают. Трута очень мало. И с сегодняшнего дня до сентября очень тяжело удержать трута. Его везде уничтожают. Матки перестают сеять трута. Труд исчезает. И моя наука, которой осенние труты, это уже наука. по весенним маткам в этом году глубокая жопа. Но это бывало и в те годы, когда 10-15 лет, когда я начинал, бывали такие тяжелые времена. Лето было холодное. Но вот важно, чтобы во время вот этих холодов были окна. Вы прекрасно знаете, что такое окна три дня теплой погоды, а потом опять начинаются морозы и холода. Вот в природе так отмерено, что вот эти три дня и вообще Бог любит троицу, что в эти три дня случаются вот эти чудеса. В этом году этих трех дней Господь не дал. И поэтому с матками была полная жопа. Но своим упорством, своими знаниями, своим я не верю в то, что только погода виновата. можно приспосабливаться вот с этими пленками, с этими утеплителями, с этими заставными. Оно делает колоссальную работу. При этом вот тот иммунитет, о котором ты написал, дальневосточный иммунитет, и об этом говорит тоже Гобка, пчела освобождается от трутня, от воротоза сама, и плюс благодаря вентиляции, он в большом количестве сыпется. Поэтому уничтожая трута, вы начинаете сажать иммунитет у пчелы. Я считаю, что ничего в этом хорошего нет. Так что спасибо тебе, Георгий, за вот эту интересную тему. но вот видишь, в этой теме и я смог выговориться, потому что это реально интересная тема для тех блогеров, которые привыкли на пердячих порах объяснять науку 19 века и думать, что они такие умненькие. А в итоге, когда сталкиваются с теми странностями, о которых я говорю, они говорят, вы знаете, что-то странное, никогда не знали, а вот сейчас такое случилось. Но они не упоминают, что странный пчеловод об этом уже три сезона трещит. Михаил Ваганов Если я правильно понял, условия вашей задачи были таковы. Ваши пчелы отстраивали соты сами. Не было исходной вошины с фиксированным размером ячейки. Вот это первое правило меня вообще убивает в лед. Кто, зачем и почему выдумал фиксированный размер ячейки, исходная ващина и вот эта вся дерьмятина, которая сегодня называется общепринятым пчеловодством. ради чего все это было выдумано, вот я не буду дальше продолжать, чтобы, как говорится, не поносить Россию. Я не буду дальше продолжать, но вопрос у меня лично, для чего? ты так понял, Михаил, что у меня отстраиваются соты без фиксированных размеров. Дальше поехали. матка была одна. Это значит, ты указываешь причины, почему у меня новая маточка двухнедельная трутовила, а потом вдруг перестала трутовить и стала нормальной. И вот ты перечисляешь, я так понимаю, ты перечисляешь эти причины. Матка была одна и та же, причем обычная, нормальная самка. а не пчелотрутовка. Не, не пчелотрутовка, матка двухнедельная, которая начала сеять именно с трутня. Значит, трансформировавшийся из рабочего класса. Не, не, никакого там рабочего класса. Эту матку, которую я вывел, подсадил, чтобы она начала работать, она начала работать, так как у меня не было времени, я вижу, что она ложит яички, но какие яички вот этих вот косого расплода-то я не видел. Я закрыл на две недели и уехал, приехал, смотрю косой расплод, но опять нету времени, оставил через определенную, но это я историю вам рассказывал. Отсутствие матки матки и трехдневного расплода. Трансформирующийся из рабочего класса в ситуации отсутствия матки и трехдневного расплода. матка. нет, это не из рабочего класса матка, это матка выведенная, они сами ее вывозили, я вам рассказываю, когда через восемь дней маточники уже заложены и закрыты, я вырезаю маточники, вложу в пробирку и эту пробирку оставляю в этом же уле и параллельно с той маткой, которая выйдет, но эту матку, которая выйдет, я одеваю купол для того, чтобы все матки были изолированы. Если выходит или просочилась одна матка откуда-то, а бывают те маточники, которые ты прокараулил, они, как правило, сделаны под трута, смотрятся как труд, но это вышла матка, она мелкая, и вот именно этих маток, которые мелкие из трута, наука Советского Союза говорит, что это бракованные, а в моей науке это настолько серьезные матки в течение трех-четырех месяцев, я эту кухню рассказывал по маткам, поэтому кому интересно можете туда заглянуть, благодаря этим маткам семьи вырастают до размеров за сезон семья не набирает таких размеров, как вот эти матки за 2-3 месяца раздувают семьи, но их меняет, вот что в природе происходит, и почему, я до сих пор, у меня этот открытый вопрос, почему мелкие матки, работая в два раза сильнее, чем обычные крупные матки, в итоге через 2-3 месяца пчела ее меняет, независимо от погоды, независимо от того, болеет, не болеет, ее меняют, вот этот феномен я не могу разгадать, я стараюсь, поэтому я с вами разговариваю, и вы делитесь своими опытами, и мы, наверное, все-таки найдем какой-то, будем находить то дорогое, от чего вы сможете ответить, Олег, а у тебя-то нету раев, и нету воротоза, и назовете те пальчики, вот так загнете, и сможете вот так перечислить, почему у меня этого нету, итак, третий пункт, изменилась только температура окружающей среды, вслед за температурой семья отстраивала соответствующий размер ячейки, вот это, вот сейчас начнется самое то интересное, о чем я уже задавал вопрос, и большая часть пчеловодов не отвечали, но ты ништяк выдернул это, из практически жизни пчел известно, что в более холодный период, например, весной, я просто обожаю тебя, что ты вот так ништяк, подчеркиваешь, семье выгодно иметь более мелких пчел, вы помните тот прекрасный вопрос, почему весной пчела рождается мелкой, а летом и осенью они превращаются в слонов, никто не отвечал, ты мог ответить, но у тебя немножко кухня пошла другая, весной семье выгодно иметь более мелких пчел, а в жаркое время более крупных, вопрос почему, ведь об этом очень хорошо рассказывал Кашковский зная вот эту кухню и если вы ведете пчел на без вощинки у вас придет эта кухня именно благодаря этому когда все пчеловоды будут молчать у всех будет затище на взяток ваши пчелы ваши уля наливаются медом и все начинают пальцем показывать и говорить сука он ворует мед вот эту кухню ты ништяк сработал ты ее ништяк подчеркнул значит семье выгодно иметь более мелких пчел а жаркое время крупных это связано с регуляцией режима потребления общих запасов корма и индивидуальным расходом энергии отдельно рабочей пчелы на его добывание я теперь вот это вот твое вот это вот вот это вот тут не видно что ли ох мать твою сука чуть дотронулся чуть не испортился вот вот этот вот абзац я его вырежу и в том месте где я задаю этот вопрос я по сей день задаю этот вопрос пытаются отвечать только пчеловоды с маленьким стажем все общепринятые блогеры которые на меня подписаны они видят меня но они стесняются отвечать на вопросы вот благодаря тебе теперь я вырежу вот это русские предложения которые я знать не знаю значения слов но в общем я понимаю о чем речь идет ты научными словами объяснил мои простые доходчивые слова словами детского сада я вам объясняю но ты написал это научно поэтому кто захочет услышит мои слова а кто не понимает я научными словами буду объяснять вот эту кухню почему весной рождаются мелкие матки а осенью крупные но те кто продолжает сидеть на ващинке мелкого размера они завидуют тем у кого знать не знать что у них пчела крупного размера но я еще добавлю у нас 5,3 это последний размер это трутень но в природе как я вижу есть пчела равносильная с трутнем они практически одинаковые по размерам ячейки и Кашковский об этом ничего не рассказывает но благодаря этой пчеле у меня осенью есть мед который сегодня мне звонят пчеловоды звонят клиенты и говорят ты помнишь мед мы у тебя осенью купили ты можешь нам повторить этот мед мы у тебя купим вот сколько у тебя есть столько мы у меня купим я говорю этот год тяжелый меда практически нету я уже 25 июня я ни грамма нету чтобы качать или вырезать соты нету но я надеюсь на осень именно вот на этих пчел которых ты так ништяк написал научными словами у Кашковского нет таких научных слов и поэтому спасибо тебе большое что вот вы я был уверен что пчеловоды с большим стажем что вы сможете приподнять вот эту мою простую тему странного пчеловодства и что вы научно сможете не только мне и не только себе но и общепринятому пчеловоду по носу щелкнуть и сказать ребята вы сидите в одной глубокой я опять забыл это слово но она большая и вонючая а слова не помню так что спасибо тебе большое тебе спасибо Михаил за вот этот комментарий поэтому у меня нету слов отблагодарить тебя за это удовольствие которое я кайфовал когда я читал твой комментарий Александр Квасов привет Алексей я помню все твои вопросы которые ты поднимал я помню как люди пытаются тебе помочь в твоих вопросах я сам тебе пытался помогать поэтому на этот раз ты просто отшутился если давать пчелам самим отстраивать рамки и не используя вощину то так будет и будет и ты пишешь стаж небольшой я тебе верю класс молодец но на самом деле я понимаю что это шутка потом Михаил Ваганов дальше все просто размер ячейки не соответствует не совсем соответствовал пропорции жопки вашей матки и вместо крупной пчелы получились трутни матку сначала гоняли до диагонали матку сначала гоняли под диагонали а потом посоветовались и решили немного уменьшить размер ячейк так как приход корма от выращивания труней не увеличивается спасибо супер Георгий Показаев опять-таки спасибо вам Георгий на вы потому что возраст я помню что у русских у нас в Узбекистане если человек старше тебя то ты к нему на вы я ко всему мировому сообществу на ты с пчеловодами я на ты потому что у нас в шведском языке и в менталитете никто не выкает такого слова вы мы не можем этого сделать мы с королем на ты к нам король приезжает и мы с ним на ты ну как ты братан у тебя все хорошо а вот по русски если по честному у нас у русских в Узбекистане менталитет узбекский и с уважением к возрасту к старикам к бабушкам к дедушкам человек который старше тебя обязан быть и поэтому я придерживаюсь этого поэтому Георгий к вам на вы и спасибо вам что вы имеете терпение и смотрите и пишете значит в догонку у вас должен быть повышен процент тихой смены конечно он должен быть из-за экстрима содержания и вывод маток в ранние и поздние сроки природа мать 300 миллионов лет их ваяла а мы для них миг я еще более добавлю к этому мы тот самый противный миг который могла бы выдумать мать природа вот общепринятое пчеловодство опять не забуду пропоносить это пчеловодство которое в этом миге не не старается изучать пчел и не старается вот таким способом задавать вопросы друг другу что ведь любой блогер может любому блогу должен задавать вопросы которые ей в своей практике встречаются никто этого не делает лишь только по одной причине они уверены что тот кому задаться вопрос вообще хватит опыта ответить на него ведь все общепринятое пчеловодство это замесить в тазу дерьмо и слева направо его перекладывать один начинает умываться а другой начинает пробовать а третий в нос а четвертый в уши и вот такой вот способ вот этого дерьма 19 век и полная жопа так вот бедные пчелы терпят вот это вот дерьмоварение которое вы им предлагаете никакого уважения к пчелам никакого соболезнования лишь только издевательства над пчелой и ничего хорошего поэтому я с вами согласен что у меня не повышен тихая смена я ее сам провоцирую потому что в моем пчеловождении я вам в первых и в десятых роликах говорил у странного пчеловода один улей дает за сезон пять маток один улей дает по своим деньгам первая 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 семья которая есть она продается ранней весной вторая семья продается уже полупакет третья семья продается матка четвертая и только пятая матка которая ходит восемь такого пчеловождения в мире нету ни у кого ни у кого не хватит мозгов до такого докарабкаться у меня хватает не у меня у моих пчел я всего лишь надыбал ту изюминку то то что называется иммунитет благодаря этому я показываю скорость раздувания семей скорость с которой наполняются пчелы об этом очень хорошо рассказывает Кашковский все понимают русский язык но никто не понял главного я понял главное и вот вам вопрос в лед от чего зависит наполнение семьи ведь от бурта до бурта это математика математика которая задала Кашковский от бурта до бурта сеет матка в день она сеет 3000 яиц умножить это на 10 получается цифра значит получается 3-4 этажа должны быть битком а в наличии когда вы смотрите у вас полтора этажа пчелы вопрос куда одевается пчела ведь 3000 она дала в день а в наличии вместо 300 тысяч есть 150 куда девается пчела он очень хорошо объяснил именно благодаря этой изюминке странный пчеловод усек это именно благодаря этой изюминке странный пчеловод стал выдергивать не тех крупных и больших маток которые дают больное поколение а именно тех маток которые дают здоровое поколение вопрос к вам объясните пожалуйста ведь кашковский ни для кого не закрыт странное пчеловодство тоже ни для кого не закрыто три сезона я об этом рассказываю поэтому пчеловоды с опытом вы можете поделиться я это знаю дай бог чтобы вы это поняли и дай бог чтобы вы получали то что имею я а у меня всего 10 семей так что задумайтесь так так бывает у молодых маток это опять-таки это вы Георгий Показаев и вы теперь пишите так бывает у молодых маток они сперва сеют а потом исправляются это у них задержка в аппарате который отпускает сперму вы знаете фишка то в том что задержка в аппарате а как быть с этим примером когда матка сначала начинает сеять прекрасно вот матка в течение месяца сеет раздувается а потом раз и трутовка она же через месяц трутовка что в аппарате значит не дохватило любви вот этот нюанс я и этот вопрос вам еще не задавал он у меня есть но я его не задавал но вы ништяк мне поджопник дали и мне хочется подпрыгнуть и сказать а что делать с теми у которых в аппарате излишек или недолишек что случилось с теми матками которые начали сеять через месяц трутовки давайте на это тоже подумаем а по большому то счету да шведы тоже это рассказывают что якобы не хватает спермы у трутней у Кашковского в этих темах та же самая наука но а у меня вопрос ко всем к вам и Кашковскому тоже что происходит с той маткой которая начала не которая начала сеять трутнями а потом выходит на хороший уровень а наоборот та которая начала сеять мощно хорошо от бурта до бурта через месяц все на 180 градусов вот этот вопрос тоже интересный Бакфаст с Германии прилетел тихая смена ответ хороший так Павел Полубояринов Полубояринов Павел Пишет Ставил в овощину 5-6 ячейка весной матка сеяла примерно так же как у тебя причем это замечал и у молодых маток а значит ставил в овощину 5-6 ячейка весна матки сеяли примерно так же как у меня причем это замечал у молодых маток у Кашковского есть на эту тему лекции чтобы отложить оплодотворенное яйцо ее жопка должна полностью входить в ячеки спасибо я Кашковского настолько обожаю что я еще раз повторяю это Господь и Бог для меня и я с ним спорить никогда не буду но странный пчеловод и странное пчеловодство заключается не только в том что верить искренне и не пробовать в моих в моей науке все мое пчеловождение оно начиналось с ячейки я так же покупал ващинку так же зависел от этой ващинки но когда у меня начались болезни и мне сказали что проблема от твоей ващинки то я мгновенно ее закончил и стал науку без ващинки наука 20 лет на ващинки и 20 лет без ващинки и вот вам результат на сегодняшний день мои пчелы имеют очень серьезный иммунитет скорость раздувания это это скорость в природе вот с такой скоростью в природе природным отбором слабые вымирают быстро сильные раздуваются только здоровые могут жить все слабые а слабыми становятся пчелы или что по одной причине это медикаменты которые впихивают пчеловод которые пчеловоду кажется что если он засунул лекарство то он помог пчеле странный пчеловод просто тупо меняет маток больных маток кидает в здоровые семьи а из здоровых семей берет матку и перекладывает в больную семью это для того чтобы бывает такие случаи вот это ранняя весна очень сильно показала вот этот поганый нюанс когда я нечаянно по своей тупости незнанию из Мелорин два года подряд варил из Мелорин воду брал оказывается в Мелорин не только она сама по себе таблица Менделеева искаженная но еще и плюс там соли в том году это аукнулось но не так сильно и я этого не понял в этом году мне так шарахнуло что я сразу вспомнил ту пчелу которая была у меня отравлена от щавельки абсолютно одинаковая пчела когда травите пчелу вы этого даже не понимаете и не видите тех нюансов которые вижу я я вижу их лишь только потому что я был заточен на то что в свое время я так же как и общепринятый пчеловод был дебилом и пытался лечить лекарствами пытался избавляться всяким дерьмом и у меня остались еще те полоски которые я вам уже показывал я еще раз их покажу которыми я пытался лечить пчел в итоге вся моя наука она открылась медным сами понимаете медным жопа одним словом но наружу вылезла другая наука я стал замечать что на те тачки на которые я просто тупо не приезжал у меня не было времени не хватало времени там пчела выживала пчелы было поначалу например из 10 семей выживала 5-6 но они ведь выживали и я про себя думал я на те тачки где приезжал и я кувыркался выживала 8 но они все были такие слабые сраные засратые что мне было на них противно смотреть а вот на те которые выжили 5-6 на других тачках это были серьезные пчелы потому что они не сраные потому что у них весна была настолько бурная и настолько серьезные пчелы что я от них всегда на другие тачки от них брал расплод и заметил ту фишку от сильных семей когда берешь расплод достаточно взять не только матку но и расплод вот этот расплод попадая в эту сраную семью и когда пчелы выходят то семьи очень резко исправлялись у меня был вопрос ну с какого перебыва что там происходит это наверное стечение обстоятельств наверное солнце светило обстоятельств потому что взято пошло и у меня я никогда не мог додуматься до того что расплод вышел от здоровой пчелы и начал кормить мать здоровым молочком вот эту кухню я понял но это прошли годы и сейчас каждый сезон я вам говорю если есть больная семья не пытайтесь ее лечить берите расплод большими дозами 2-3 рамки с большой семьи заберите весь расплод с большой семьи она грамм не пострадает вы лишь только увеличите это она включится науками Ленин включится перестанут пчелы ухаживать за расплодом и у вас увеличится медосбор у большой семьи расплод у большой семьи который вы втюхаете больным эта пчела выйдет и начнет кормить маточку совершенно другим маточным молочком и осенью в августе месяце когда уже заканчивается общий взяток во всем пчеловождении у вас пойдет мед вопрос вы будете задавать сами себе и писать странному пчеловоду спасибо тебе об этой науке знать никто не знал и Кашковский об этом ничего не рассказывает поэтому на сегодняшний день если я не закрою рот конца и края не будет поэтому можете лайки не ставить но услышьте меня потому что топ пчеловождения который сегодня в России это полный отстой это вы уничтожаете свою вы уничтожаете все родное то что называется родиной и природой поэтому не наплевать на ваши лаки за державу обидно пока пока всем привет до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...